И, конечно же, конечно же, этот запущенный механизм принес много с собой нового и не всегда хорошего. Например, можно было бы представить себе, чтобы ветеран Великой Отечественной войны мог бы набрать взяток на миллиард рублей, причем еще находясь в должности заместителя министра обороны, тем более в военное время, в то время, как идет война. И это происходит тогда, когда вся страна собирает рубли и копейки на беспилотники, на обмундирование и так далее, и так далее. Но, в общем-то, речь, собственно, не об этом сейчас, потому что взятки брали всегда, и в СССР брали, и на Руси брали. Это было всегда. Другой разговор, что именно с распадом страны это перестало быть стыдным, это перестало быть неловким. Это даже как бы стало в какой-то степени доблестью. А могло быть, чтобы, допустим, человеку, пришедшему с Великой Отечественной войны, поручили бы построить дамбу, чтобы защитить жителей городов, сел, поселков какого-то региона, чтобы было потрачено почти миллиард рублей на то, что дамбы не являются, на то, что является земляным валом, как произошло в Оренбургской губернии. Добрый день, друзья и недруги. Очень лаконично, но, как всегда, по делу прокомментировал Никита Сергеевич Михалков движуху вокруг заместителя министра обороны Тимура Иванова в сегодняшнем выпуске своего неподражаемого бесогона. Считаю уместным дополнить тезис режиссера и блогера кратким фрагментом из нашей с ним беседы девяти лет недавности в рамках проекта «Правда-24». Ну, я точно знаю, что как раз то, о чем пишет Чехов, когда говорит про молоточек, то, о чем, как люди оценивают свою жизнь по привычке, по жизни тех, кто живет лучше. И это создает проблему. Вместо того, чтобы оценивать ее с точки зрения жизни тех, кто живет хуже, которых больше. А сколько проблем отпадает, Жень, если ты вдруг увидел, что то, что у тебя есть, это такое счастье, что у тебя есть, потому что у кого-то и половины нет того, что есть у тебя. Даже внутренне, даже в возможности. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». «Москва-24».